Йен Фан уже более 10 лет держит ресторанчик в одном из небольших чайна-таунов австралийской Канберы. И за это время он наблюдал, как в нескольких километрах отсюда открылось много китайских заведений питания. Из-за этого ему стало сложнее привлекать молодых посетителей. «У них так много китайских ресторанов. И блюда в этих ресторанах очень нравятся китайским студентам». Согласно демографическим исследованиям, китайские студенты, которые приезжают в Канберу, создают крупнейший в городе миграционный приток. И в других крупных городах ситуация похожая. Китайские студенты – крупнейшая группа людей, одновременно пребывающая на территории страны. «Университеты – это главная причина, по которой Китай особенно доминирует и обеспечивает приток крупнейшей группы иммигрантов». Власти города отмечают, что тренд будет продолжаться. «Началась эра сотрудничества с Азией. Со временем она будет всё более оживлённой». При этом китайские студенты всё реже отправляются в Чайнатауны. Они предпочитают жить и посещать места недалеко от студенческих городков. «Они теперь редко приходят в район Диксон. Приходят, но не так часто, как раньше». Впрочем, на помощь пришли технологии. Фан включил свой ресторан в приложение по доставке еды, популярное среди студентов. Теперь ситуация немного наладилась. «Они могут просто оставаться в общежитии и не ехать в Диксон или какой-то другой район». И этот сервис уже стал своеобразным электронным мостом, который соединяет старшую китайскую общину «Канберы» с более молодой.